Эти письма лично подписала и передала Диана Гурская для жителей дома по улице Коколова, письма в поддержку инклюзивного центра, который мы здесь обустраиваем. Активистка Надежда Болсуновская показывает послание от звезды, которое она привезла из Москвы для красноярцев. Известная певица узнала о проблеме детишек-инвалидов, и она тронула звезду до глубины души. В своем обращении Диана просит людей только об одном – быть добрее. Так она является общественной палатой, и мы попросили принять участие для того, чтобы внести изменения в жилищный кодекс, для того, чтобы как-то попробовать решить вопрос с пандусом. Потому что получается сейчас, что если жильцы против, то получается, как вообще можно устанавливать средства доступности. Напомню эту историю. Центр, где должны заниматься дети-инвалиды с обычными детьми, располагается в жилом доме. Чтобы ребятишки могли попадать внутрь, необходим пандус. А разрешение на его установку могут дать только жители дома. Весной они категорически заявили – никакого пандуса. Главное их опасение, что через несколько лет дети съедут, а из центра сделают очередное веселительное заведение или магазин. Впрочем, сейчас настроения сильно поменялись. Я не знаю, почему жильцы против. Там же ничего страшного нет. Хотя, с другой стороны, понимаете, там пять комнат всего. Две квартиры, по-моему, отвели под это дело. Ну, честно говоря, помещение там не приспособлено. Сколько они там могут человек принять? Комнаты маленькие все. Им надо что-то другое. Теперь дело за юридической процедурой. Районная администрация сегодня начала проводить очередное голосование среди жильцов. В прошлый раз, по словам чиновников, люди были слишком мало информированы. А потому настроены категорично. Сейчас ситуация поменялась. В подъездах на досках объявлений были размещены объявления о том, что будет проведено голосование в заочной форме. Жители могли ознакомиться с проектом голосования предварительно в информационных баннерах. Голосовать будут до конца недели. Всего в доме 318 квартир. Чтобы кворум состоялся и пандус построили, за должны высказаться две трети жильцов. Итоги подведут в середине следующей недели. Несмотря на то, что большинство жителей дома против строительства пандуса, ремонт в будущем развивающем центре подходит к концу. Если жители дома все-таки проголосуют за его строительство, то этот центр откроется ближе к Новому году. Татьяна Рябова, Сергей Малафеев, Красноярское время.